А теперь к другим темам. Педагоги района не только являются наставниками своих учеников, помогая им добиваться высокого признания, но и сами не раз доказывали свой уровень мастерства участием в профессиональных конкурсах. О молодых учителях, которые, несмотря на небольшой стаж работы, уже добились признания своих более опытных и заслуженных коллег. Смотрите в следующем материале выпуска. В Институте развития образования Краснодарского края состоялся конкурс «Педагогический дебют». Проходил он под девизом «Профессиональные молодые педагоги к кубанскому образованию». Его особенность в том, что в нём приняли участие молодые учителя до 35 лет, стаж работы которых не более трёх лет. Среди участников конкурса была учитель русского языка и литературы шестой школы Злата Вдовина. Молодой педагог работает всего год. В свою работу старается вкладывать душу, отдавая каждому ребёнку частичку себя. По результатам конкурсных испытаний Злата Вдовина стала призёром. Участие в этом конкурсе для неё – прежде всего дополнительный опыт. Такие конкурсы необходимы, конечно, почему? И для молодых учителей, и для уже более опытных. Потому что в первую очередь, конечно, это опыт. Это развитие. Это развитие и творческое, развитие личностное, развитие профессиональное. И этот конкурс – это некий, наверное, курс повышения квалификации. Но если курсы идут в течение месяца, в течение двух месяцев, то этот конкурс проходил в течение двух дней. Ещё один призёр конкурса профессионального мастерства – учитель английского языка шестой школы Юлия Готовка. Она заняла третье место во всероссийском конкурсе «Мой лучший урок», который прошёл в Химико-технологическом университете имени Менделеева в Москве. Такие конкурсы очень важны, особенно для молодых педагогов, так как мы развиваемся как личность, как учитель. И для меня лично это большой скачок в моей карьере. Конкурс проходил неделю. Мы были на базах пяти школ московских. И в этих школах мы проводили свои открытые уроки, свои занятия. И нам давали мастер-классы, поэтому большой багаж знаний, который мы приобрели и привезли с собой. Победы наших молодых учителей в очередной раз доказывают, что опытным и заслуженным педагогам Славянского района растёт достойная смена. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События». Девушки отдыхают. Субтитры sind Ning!